Ваша банковская карта обнулена или заблокирована. Срочно свяжитесь и указан номер телефона. СМС примерно такого содержания довольно часто в последнее время приходит на телефоны различных операторов связи. Мошенники вновь активизировали свою деятельность. На территории Слободского района, применительно к цифрам 2014 года, могу сказать, что мошенничеств стало больше, больше стало в полтора раза. То есть, если в 2013 году за пять месяцев было возбуждено шесть уголовных дел, на сегодняшний день по цифрам, включительно по моим месяцам, их уже девять. Я говорю только о телефонных мошенничествах, мошенничествах с банковскими картами и мошенничествах в интернете. Это новая волна мошенничеств. С начала этой недели дежурная часть Слободской полиции чуть ли не ежедневно регистрирует сообщения от граждан, попавшихся на удочку таких мошенников. После звонка на этот номер гражданину предлагается подойти к банкомату, вставить карточку и совершить некие операции, то есть ввести определенный код, после чего деньги уходят неизвестному лицу. За последние дни у нас три случая таких произошло, перечислили уже порядка 300 тысяч рублей люди. То есть все свои сбережения, которые хранят на картах, ушли мошенникам. 23 числа гражданин у нас 46 года рождения обратился о том, что он со своей карты перевел порядка 30 тысяч рублей и с карты своей жены перевел порядка 100 тысяч рублей. То есть общий там ущерб составил 138 тысяч рублей. Потерпевшим около 70 лет, при этом пожилой мужчина владеет компьютерной грамотностью и до этого момента удивлялся, как это люди попадаются на уловки мошенников. Нам удалось поговорить с его дочерью. Днем отцу на сотовый телефон пришла смс-ка с номера мобильного о том, что его банковская карта заблокирована. Значит, он первый шаг сделал правильный, он позвонил в милицию. Въехала милиция, ну через какое-то время. Значит, полицейский позвонил по этому телефону, ему там наговорили, что это центральный офис Сбербанка, что произошел сбой в сети, что случайно ваша карта была обнулена. Да, полицейский сказал, что это однозначно мошенник. Через некоторое время, видимо, отцу-то все-таки загралось сомнение в этот, в душу-то. И он позвонил по этому телефону, он долго с ними не разговаривал. Потом, ну, оделся и убежал в банкомат. Что ему там наговорили, у нас такое чувство, может его там зомбировали в конце концов. Он успел часть денег перечислить на чужие счета, вот он по телефону, а часть денег перечислить на чужие мобильные телефоны. Вот, что я вас подвигла на это, мы никак до сих пор понять не можем. СМС такого содержания приходит действительно часто, причем и на номера телефонов, к которым не привязана банковская карта. Мы решили провести небольшой эксперимент. Уважаемые абоненты, в целях качество работы входящий. Субтитры, банковская. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, мне пришла СМС, с которой сообщается, что моя карта банковская обнулена. И ваш номер телефона. Фамилия, пожалуйста, вот с тобой. Простите, я с кем разговариваю? Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете продолжить разговор. И через некоторое время разговор у нас получился не сразу. И обратите внимание, звонок был переадресован совершенно на другой номер. Именно он остается в журнале исходящих звонков. Впрочем, операторы разные, но регион общий – Самара. Прервалась связь. Я пыталась вас узнать по поводу банковской карты. Вы мне скажите, вы сами откуда? Ну вот видите, в нашем случае оказалось достаточно попросить человека просто представиться, чтобы он поспешил прервать диалог. И такое поведение собеседника уже настораживает. Сотрудники настоящих банков, как правило, сразу называют свои имя-фамилию. И если вы все еще сомневаетесь в сохранности денег на вашей карте, просто проверьте ее баланс в ближайшем банкомате. Либо обратитесь в офис банка, клиентом которого вы являетесь. Телефоны самарские, а адрес офиса Сбербанка наш собеседник назвал московский. Дежурный ответ для несговорчивых. Для тех же, кто попадается на обман, припасены длинные речи. Их итог – карта почти обнуляется, а здоровье пенсионеров в результате стресса подвергается угрозе. Есть и другие примеры. В этом году возбуждено и расследуется уже два уголовных дела по факту покупок в интернет-магазинах. Потерпевшие выбрали понравившуюся вещь, обычно она привлекает более низкой ценой, нежели в обычных магазинах, и оплатили полную стоимость товара. И теперь ни вещи, ни денег. В первом случае потерпевший посредством интернет-магазина оформлял покупку на мотора для лодки. Стоимость его составила 142 тысячи рублей. Во втором случае женщина-потерпевшая за 9900 рублей пыталась купить в интернете мобильный телефон. Сайт потом на письма не отвечает и, как правило, вообще прекращает свою работу. То есть такие сайты-однодневки по принципу такому. Собирают деньги, заманивают дешевыми товарами относительно других сайтов либо магазинов. Надо обращать внимание, быть очень внимательным при оформлении товаров в интернете. В частности, первое – смотреть на сроки доставки, на условия оплаты. 90% сайтов вообще предлагают оплату по факту получения товара на почте. С возможностью, опять же, его возврата туда, без какой-то оплаты денег, только услуг почты. Это первый вариант. Второй вариант – какой-то аванс. Как правило, он составляет не более 3% от стоимости покупки. Перспективы раскрытия такого рода преступлений довольно туманны. Но и в уже хорошо известных видах мошенничества, таких как телефонные, преступники придумывают все новые методы. Если от сообщений «мам, какие-нибудь 100 рублей на телефон мы уже отошли», следующая волна была середина того года. «Мам, я попал в ДТП переведить деньги, таксист стоял внизу, ждал, который эти деньги через Киви кошелек перечислял, тоже непонятно кому и куда, и вот такие дела были». Новый вид телефонного мошенничества. «Вы выиграли автомобиль, выиграли ноутбук, вам всего лишь надо подойти к банкомату и заплатить нам 500 рублей. В момент перевода 500 рублей с карты у потерпевшего списываются абсолютно все деньги, которые лежат на банковской карте». В итоге еще одно уголовное дело по факту мошенничества. А потерпевшая – и без выигранного автомобиля, и без денег. На раскрытие таких преступлений требуется много времени, и не факт, что преступников удастся поймать, а деньги вернуть. Сложно вернуть деньги и в случае, когда ходят по квартирам и продают пожилым людям различные товары по якобы сниженным ценам. На деле же оказывается, что в магазине как раз эта вещь стоит гораздо дешевле. Так что прежде всего бдительность и внимательность самих граждан являются лучшим гарантом сохранности собственных средств.